Добрый вечер. Ага, представьтесь, пожалуйста, я записываю. Хорошо, меня зовут Ютор, я из города Иркутска. Соответственно, мне интересует количество вопросов по заказу саженцев, семянных косточек и так далее в таком формате. Так, наше распоряжение до того, как отключится, 29 минут 40 секунд. Давайте вопросы. Посмотрите, начнем, наверное, со сложного участка, чтобы мы более попроще закончим. Я не расслышал еще раз. Начнем со сложного участка, а который попроще, им закончим. Я предлагаю так сделать. А вы начали про оба, два слова. Ладно, хорошо. Смотрите, один участок, город Иркутс, черта города, недалеко от поймы Ангары, Падь-Тапка так называемого, грубо говоря, болото. Высокий уровень грунтовых вод, порядка полутора метров и грунтового вода. Вопрос заключается в том, что какие культуры я смогу посадить, на что, мне надеяться, можно. Ага. Так, ладно, а второй? А второй участок находится недалеко от города Иркутска, там порядка 10-12 километров, местность так называемая, деревня Пуга, Хоматова, грубо говоря. Там склон, то есть как бы гора, склон. Ну, условно, гора, там больше, еще ход с угодья. Уровень грунтового вода страшно низко, как бы там проблем с водой нету. Там немного похолоднее, чем в городе, порядка трех-пяти градусов ниже в еженое время. Так, каждый имеет свои преимущества и свои недостатки. Теперь так, смотрите, тот первый участок, где близко к грунтовой воде, он же может быть иметь хотя бы какой-то разный уровень в разных уголках, или такой ровненький весь? Он абсолютно ровный, он оцепан, искусственно оцепан строительным мусором, там бетоном, пелина, суглина, грунтом, там все подряд в перемешку. Вредного ничего нет, просто планты разные и слезобетон. Хорошо, смотрите, сколько, как этот, один участок еще близко, другой далеко. Это тоже роль играет в будущем хозяйствовании. Получается, там, где близко грунтовой воде, он поближе к вам, удобнее? Да, я на нем проживаю, буду проживать, планирую. А второй участок, это участок сына, это вот как установка, 15 минут езжу на автомобиле недвеко. Так, давайте так, он, этот участок, отсыпной, искусственный, добавим еще туда, допустим, несколько... А, размер его, этого участка, с близко к грунтовой воде. Ну, сам участок порядка 11 соток, а полезная площадь, которая, ну, грубо говоря, посадки там не так уж и много, к сожалению, из-за построек всего остального, но сутки пол-дри-две. Ну, тогда с ним проще. Итак, отсыпаем дополнительно холмы, приподнимаем еще на полметра, это очень большой плюс полметра, и, наверное, ограничиваемся... Сейчас я найду подходящую картинку. Коталог у меня, кстати, есть, как мы договорились с вами. Я заказал, все, в каталог все это есть. Ага, сейчас по порядку, смотрите. Пусть вы этого не видите, но увидите же потом, когда фильм будет снят и выставлен в Ютубе, хорошо? Так, вы это все увидите, а пока придется это. Итак, архив железа-корни. Смотрите, сейчас я подберу кое-что для вас. Кстати, вот тут самые первые снимки, вы не видите, другие видят. Это Эстония, и вода стоит. Вот, вот, это жутко смотреть, это случай еще более крайний, чем ваш. Вот, это я вот так просто чуть-чуть быстро пролистаю, вот это то, что прислали с Эстонии. На это смотреть жутко, и кое-где небольшие 20-сантиметровые холмики, и посадки по железу, но это же не годится, 20 сантиметров. Вот тот-то видит, у него сейчас становится плохо. Вот, потому что вода стоит. Ладно, в ваш случае не получается. Вы не хуже всех. Давайте тогда смотреть корни. Итак, корневые отводки. Валерий Георгиевич, можно 20 секунд, я вас кривую немножечко, просто ремарочку надо добавить. Я немножко схитрил, дело в том, что, зная, что вода очень высок, высокий, да, я сделал вокруг дома водоотведение. И две нитки через участок уходят на зады, ну, грубо говоря, полтора-два метра у меня выкоплены траншеи, там уложена труба, под уклоном, грунт, гравий, специальные крупные правящиеся камень, засыпаны сверху песочком. Ну, то есть, водички каким-то образом, вот, вот, салые воды, они из участка уходят достаточно быстро, по-третьему этого третинного тренажа, ну, чтобы фундамент я не рвал на этот, вот этот момент сделан. Поэтому вода долго не стоит, вот, как вы говорите, такого сильного нет. Ну, все равно, если выкопать колодец в самое сухое время, сколько до воды? Ну, по-разному, ну, метра полтора-два дошло. Вот, с этого будем исходить. С этого будем исходить. Ну, в полной метра воды не было. Значит, вам будет предложено на этом участке посадить первое саженцы на корневых отводках, яблонь, слив и вишен. Это немало, почему? На вишню можно привить черешню, на сливу можно привить абрикос мощный, так, учитывая, что уже появлялся, это компромисс. И это, и так далее. В общем, смотрите, здесь на фотографиях я показываю корневую систему в сибирских отводках яблонь. Вот. Ну, у вас-то негде взять. Тогда мы вздохнем, идем дальше. Сейчас я покажу еще другие корни. Это вам и всем покажу. Значит, можно ли обходить препятствия, например, делать дренаж? Да, бессмысленно. Вот пример, как корни обходят дренаж. Тоже увидят, и вы потом, а остальные сейчас. Вот. Слева, в принципе, тоже имеют, как видите, центральный корень, ничего хорошего нет. Тогда получается, что надо ждать, когда появятся отводки. А вам отводки тоже... У нас-то этого запросто. Можно походить по садам и их сотню накопать. Опять вам негде. Ну, пока будем искать компромиссы. Вот. Корневой отводок яблони. Вот он. А у вас, может быть, по тайге есть, Сибирьки? Вы не знаете? У нас... Можно поискать, можно заморочиться. Заморочитесь, ладно. Так. Идем дальше. К сожалению, усилив вот этих груш вот такие, груши не пойдут. В общем, так. Раз вы там каталог имеете, что-то хотели заказать, вот, кстати, что бывает, когда садится, слива, и на нее делается прививка. Вот. Компромисс такой. Косточки слив китай, они сами по себе малорослые, ну, 3 метра могут быть, выше редко, и у них корни до 2 метров. Это ваш шанс. Когда они у вас приживутся, они найдут многочисленные отводки. Раз, пока. И потом, когда они у вас, станет достаточно количества, вы на них приведете абрикосы. Вот. Итак, первый участок, это для тех видов, у которых очень маленькие корни. Показал я эти самые корни слив. Так, еще, вот еще сливы. Прекрасно. Вопрос можно? По очям расстояния между культурами сколько рекомендуется, чтобы они потом... А пока на первом этапе метра на 2, и то это как уже постоянно. Почему? Природа и так прорядит, что молите Бога, чтобы потом было хотя бы 4 на 4. А вообще, первый этап это школка, все подряд, лучших остается на месте, остальное потом рассадить. Вот мой ответ такой. Мой ответ такой. Так, и вишня вот так выглядит. Жаль, вы не увидите. Значит, слива это будет основной на участке с близкими грунтовыми водами. Дополнительно, если найдете сибирки в лесу, они в основном не от семян, а в основном от корней расплываются. Я даже покажу вот, сейчас покажу вам. Вот, допустим, юный Сергей Железов, вот он с отводками из тайги. Вот, теперь участок номер 2, он более перспективный, но там холоднее. Итак, он весь должен быть посажен, в перспективе он должен быть самым разостойким. там, не боясь, вы посадите абрикосы, сейчас найду корни, абрикоса, жалко, этот уже, я нашел фотографию абрикоса, но он выкопанный, уже с обрубками корней, но выглядит прекрасно, по крайней мере на фотографии. Есть пятнышко, показывает на юг, пятнышко показывает, где корневая шейка, это вы все потом увидите. Так, и начало будет себе эти мажорские абрикосы, косточки, косточки именно абрикосов его сыновей. Так, и наконец это будут средние абрикосы, такие, которые здесь, в Сибири, у меня, у вас, может быть, на градус 2 холоднее быть, чем у меня, ну, будем считать, что старожилый бай, серафим, амур, артем, это для вас. Эти должны плодоносить и без прививок, иметь плоды средние, но не дикие, 30, 40, 50 грамм, даже без прививки. И, наконец, манджурцы и сыновья манджурцев станут подвойми для того, чтобы годом позже у меня, если буду жив, закажете. То есть роскошные абрикосы и они имеют право у вас жить. Знаете, сейчас я занимаюсь с этими, с Макаровым пытаю, вот, Мезиного пытаю, ну, что же, я болтун, если я прививал, допустим, это хороший пример, очень, кстати, к тему. взрослые прекрасные персики в Брянске, в Подмосковье, да, и плюс все в Башкирии. 3-4-5 лет здоровенные деревья под бедрами дают плоды, никакого укрытия, а причина, а не должно быть, они имеют право, чуть ли не, кто-то просто скажет, выключить, да не может быть, а причина это в том несколько поколений они у меня пожили на Мезюрской абрикосах, а потом уже перешли на самостоятельное плавание, на сеянцы, уже сеянцы из косточек, и не вздумают замерзать, в них гены Мезюрцев, это ахинея, казалось бы, это ересь, этого не может быть, но это случилось, вот, вебинары, если вы смотрите, последний, предпоследний как раз показывал, еще покажу, и вот получается следующее, вот, кстати, корни персика, опять уходят глубоко, возле там, где ближе и теплее, он дойдет до воды и начнет гнить, вот обидно, да, вот у меня на фотографии, зато он тут может быть и у вас и не замерзнет, кстати, идет потепление иркуте, они говорят, все, зима кончилась градусная, я не знаю, подтвердите вы, есть такое, давайте исходи туда из лучшего, хотя 5 лет 8, у вас даже персик тащит плодоносит, да еще не укрытый, да еще, глядишь, они привиты, а на 8-й год, когда 40, а, ну вы же будете не покрывать, а как бы хитрить, вот, тепловая подушка, низкая штамповая крона, не, 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 не это дурацкая, метр, искалеченный, голый, штамповая, потом черешня, персик, вот, в общем, шансы у вас такие, основа, назовем это, участок номер 1, это сливы, вишни, можно не бояться, садить, не бояться воды, я видел здоровенные вишни, а там 30 сантиметров до воды, 25 сантиметров, здоровенные вишни, не бояться, так что вишни, вот, на ближнем участке, где теплее, на них, с небольшим риском, черешни потом приведете, значит, для этого, наглую, рядом еще заказывайте, черешневые косточки, я же не продаю черешневые веточки, а они у меня самые растойкие в мире, а они же из, это, из сада Боднера, вот, ну, и через косточки вырастите, выберите, делись размером с ладони, и приведете на вишни, вот вам, еще один палец загнул, вот, ну, яблони, ну, что я скажу, яблони, тоже терпят, если у вас будет до воды 2 метра, да, ничего с ними не случится, если когда-то маточное дерево яблоня, дикое, погибнет, а у него будет 10, 20, 30 отводков, берете и на них приваете, но, даже на эти деревья могут 5, 10, 15 лет плодоносить, даже где до воды 1,5-2 метра, а это вам хватит, чтобы яблоко на весе, а потом пойдут отводки, а участок номер 2 основан будет на, уже настоящих абрикосах, дальневосточных, суперморозостойких, манджурцах, его сыновей, и культурных, которые прошли закалку, второй этап, когда вы достаточно освоите участок, через год-два вы заказываете, у меня, дай бог мне здоровья, роскошнейшие абрикосы, и у вас потенциально, если все-таки отепление идет, будет лучший сад в Иркутской области, уже в Забыкале есть такой сад, да, и у вас в Иркутской области есть уже мои потомки, моих этих, вот, вот так очень коротко, так, а вот тот второй участок более перспективный, сколько соток? Он вообще соток порядка 10, но в принципе там порядка 3-4 соток с него точно можно под посадку усматривать. Еще раз, 30 вы сказали? 10 соток и туго, с учетом того, что убрать в тренинге все остальное, 3-4 сотки точно можно садить. Второй участок, всего 3-4? Да, абсолютно. Погодите, первый 3-4, второй 3-4, это все? Нет, первый, ну, предварительно пока, первый там просто уже малечко застроенный, как бы место такое, грубо говоря, а второй почему так мало? Да, на втором пункте 10 соток общий участок, дом поменьше, и соответственно, применение посадить сад больше. Там порядка 3-4 сотки, смело можно... Ну, хорошо, но это будет просто дачный участок. Нет, 3-4 сотки. На сотки вы можете разместить десяток деревьев, так, которые, в конечном итоге, еще раз говорю, садить надо в 2 раза гуще, в 3, в 5, в 10, особенно в ваших местах. Конечный план, чтобы было хотя бы 4 на 4. Это, конечно, после всех катаклизмов, когда не все косточки взойдут, что-то помрет, мыши свое возьмут, мороз свое возьмет, чтобы все равно сад был. Но я-то где-то в душе держался, там, 30, что ли, или как, может, я вас с кем-то спутал, но речь зашла о другом. Я только открыл рот, чтобы сказать, второе, перспектива, это самая, это коммерция, это выращивание этих, знаете, как здорово расширять участок? Взял, посадил, лучший ручек оставил навсегда, остальные продал, или прихватил землю, прихватизировал, и вот участок вырастает, вырастает, и вот вы уже в плюсе не потратили на железо в несколько тысяч, а получили уже несколько десятков тысяч, вот, а когда заплодоносит, вся Рыкосковская область ваша, к вам будет очередь стоять. У меня такие примеры есть в Омском и с этим, и с Подмосковьем, чтобы в очередь стоять. Но это вы подумайте, может где есть, где лишняя земля, никому не нужна. Вообще в нашей стране там земли много. Давайте. Смотрите, культуры все по росту, грубо говоря, абсолютно разные, то есть как планировать так, чтобы они друг друга не перекрывали? Такой даже первый ряд условного... А, ну давайте, давайте так, первая группа, высокорослая, абрикосы, самые высокорослые, наверное, они даже яблони давят. Потом за ними идут яблони, потом вишни, потом слева персики, ну персики специально приходится держать низкорослыми, искусственным способом, чтобы не усовывались там, где мороз. Вот. Вот, пожалуй, все. Со стороны, высокорослая, со стороны севера и запада, не забудьте сделать, есть такие, раньше называлось ветрозащитные полосы, сейчас почему-то называют ветроломные. Вот. А на самом деле это самое лучшее, здесь я видел в основном-то поля огромные, но мне больше нравятся вечно зеленые сосны. Вот наверняка, вот перед вами сейчас, знаете что, перед вами картинка, это сосновый лес возле Иркутска, это я специально картинку такую сделал. Вот. Этого добра хватает, если скомок земли, если между ряде метр и между ними тоже метр, таким квадратным гнездовой способом, три ряда метр на метр, и получается растут вверх, мешают друг друга быстро и за несколько лет перекрывают, буквально, ну не за несколько, 5-8 лет перекрывают воздушным потоком путь в сад, вот эти жестокие, со стороны севера и со стороны запада. Вот. Хотя бы с этих двух сторон. А остальные две стороны потише, юг и восток потише. И вот когда вы это сделаете, первым ряда, ряды будут, это яблони, потом чуть мельче, это, нет, первые ряды абрикосы, желательно все вот эти дальневосточные манджурцы вырастут до высоты 10 метров, перекроют окончательно потоки воздушного, и здесь будет у вас микроклимат даже на том участке, номер 2, который далеко от вас. Вот. Ну и какой-то изнеженные вещи, вроде персиков. Ну, будет дом, за домом желательно посадить, с южной стороны от дома, или с западной стороны от дома. Вот. Ну а дальше... Депловая подушка между сквозняков. Да. И потом, когда вы густо, все это... Здесь многое зависит от густоты. Дело в том, что мне достают как. Вот вы мне вот скажите характеристику. Вот у вас есть дерево, называется сын манджурца номер 1, или сын манджурца номер 3. А я говорю, я не знаю, что вы... Как не знаете? А так, смешанный сад, папа неизвестный, а вдруг он европеец, сморостойкость уже пониже. А вдруг он тоже дальневосточный. Он вообще будет 10-метровый. Вот. Плоды будут не очень вкусные, но зато вы будете круглый год, и вы, все соседи, все друзья, и даже врагов накормите соками, компотами, вареньем. Вот. А среднее, чтобы и вкусное, и крупное, вот. И такое может быть, потому что два родителя. Здесь будет сочетание уже зависит, как в игре, в этой самой... Когда бросают кости, может быть, единица, а может, шестерка. А если две кости у вас, две шестерки, вот, тогда максимум удалось. Вот в таком плане. Давайте еще вопросы. Так, ну, получается, я посмотрю по каталогу, то, что мне отправили сегодня Татьяна, я посмотрю по... Грубо говоря, что есть, предположительно, для второго участка большая часть я закажу, а получается... Да, вы... А я перебиваю, вы все еще мечтаете о саженцах, если вы еще не заказали, на весну у нее почти ничего не осталось, она же берет предоплату, саженцы еще... Саженцы еще в саду, а уже проданы, больше почти все. я разговаривал, кое-что еще есть, я планирую... А, ну... Какая-то корневая система пообщаться, приобрести несколько культовок как минимум. Ну и коточки, соответственно, я сейчас запределюсь по размеру, по количеству и буду коточки заказать, когда начнем со сливы. Давайте, значит, сливы самые надежные китайские, красно-желтые, красно-синые, ниже будущее по двое. Красно-синые с горчинкой, красно-желтые и уссурийское желтые, это вообще шедевры. Без прививок, а это... Бывает, ну, у них же тоже есть папа. И все же чаще всего они сладкие или слащавые. Вот. И будущее по двое, та же красно-синяя, это вот просто запомнить надо. Уссурийское желтые, плохое по двое, то есть это надо учитывать. Красно-синее, лучший по двое. Вот. Совместимость великолепная. Персики на них привитые, не уступают по моротой кости персикам привитых на мажорский абрикос и на красно-синю. Это моя удача. Но она не зря, горчинка, она подичее, значит, более надежна. Давайте еще спрашивайте. Так, ну, это по-вели-менее понятно. Так, ну, по косточкам как бы я разберусь. Там, как бы, обратная связь у нас с вами есть, нормально все закажу. Так, сроки по датчикам все, тоже информация есть на сайте по мальчевому книгу. Спасибо большое. Так, что еще добавить? Что еще добавить? В принципе, средней температуры мы с вами поговорили, я посмотрел по рекламу. Да, да, да. По большому счету, да, декабрь, средняя температура, порядка, вот, 16-17 градусов показывать данное. Африка. Вы куда попали? В Африку? Ну, не то, что, это средняя температура. А в принципе, морозы под 40 и за 40 можно. Да, не исключаю, но еще зависит от продолжительности. День, два, три, плевать. Переносит только запросто. Вот смотрите, я сейчас, мне осталось, он отключится через 4 минуты, да, вот, а пока эти 4 минуты я листаю свою фотогалерею, все, как-таки в случае говорят, нервных прошу выйти из зала. Вот, серьезно. Так вот, я, это к тому, что это все необычное, это все не может быть, а у вас, допустим, смотрите, я когда, меня удивила цифра, названная вами, я уже давно с ней следил, у меня были старые цифры, десятилетние, двадцатилетние назад, это было страшное время, и там было так, средне-зимнее, учитывая ноябрь, нет, не так, декабрь, февраль, но февраль, согласитесь, не самый морозный месяц, так вот, средняя, трехмесячная, практически одинаковая, я показывал таблицы, не мной придуманные, Красноярск, вот, Новосибирск, и мой район, и там, где мой красный хутор, буквально, у меня на 1-2 градуса средняя теплее, и там всего, поверьте, 18-19-20 минус, средняя за 3 месяца, а у вас, получается, как в Телябинске, там в Телябинске 15-16, но иркутске не может такого быть, вы брали последний год? Да, последний год, вообще, как мы и прописывали, информация 91-21 последний, это много лет, много лет, ну, тогда, что же, получается, это что, обман, что у вас холоднее, чем у меня, мы на одной широте, у нас должно быть примерно одинаково, но тучи от нас идут к вам, и чуть-чуть на градус где-то остывают, вот эти тучи, атакутический океан нам дарит. Иркутск находится на юге, в полке. Да, все я знаю, ну, у вас должно быть, а теперь вы сказали, чуть ли не теплее, ну, ладно, берем компромисс, одинаково, тогда все, что я сейчас листаю, это все должно у вас расти, и все равно это на морозоких подвоях, вот никуда не деться. Все, что я показывал, вот, и тут редко-редко одна на 20, которая не привитая, хотя есть федевры не привитые, но все-таки это, вот, еще раз говорю, нервных прошу выйти из зала. Так. Получается, Олег Вячеславович, если маленькую черту подвести, я по максимуму на первом участке с высоким уровнем грунтовых вод засаживаюсь китайкой, с декими яблонями, и потом начинаю просто чайниковаться, в каком роде. А потом, когда вы привьете на мои сливы, мои черенки, а у меня же хитрые свечи, а я же показывал на вебинарах, а вот смотрите, ветка подвоя торчит, ой, абрикосовая, а сверху здоровенное дерево, все в плодах, слива, чернослив, и наоборот, персик у меня на сливе, персик на абрикосе, а вот у меня уже этот самый, все наоборот, уже на абрикосе слива, и вот он торчит. То есть уже на сливе абрикос. Я все это показывал, все это не шутки. Вот. Это все настоящее дерево, понимаете, не вот эти вот сказки, где понадерганы с интернета, настоящие деревья, плодносящие, сто процентов торчит из, это, ветка подвоенная абрикоса, привита слива, торчит подвоенная ветка слива, привит абрикос, привит персик, и наоборот. Вот. Это все реальность. И у вас получится два сада, чуть-чуть, немножко разное. Вот. У каждого свои преимущества есть. Где воды нет, там будет то, а где вода близко, зато, это, хитростью возьмем. Вот. По принципу нормальный герой всегда идут в обход. Так. Ну, в принципе, по времени мы писались, более-менее, не понятно. Писались, осталось ровно одна минута. Ну, тогда эта минута на большой, как говорится, благодарность, Олег, спасибо за информацию, за подсказки, вебинары постоянно изучаю, смотрю. Понимание, куда двигаться, в каком направлении, более четкое. подготовительные работы проведены, земля доведена, достаточно чит, все, с лица начинаю, ну, естественно, заказ, все остальные вопросы закроют вперед. Не забудьте заказать эти самые, чтобы иметь 500-граммовые груши, не забудьте уссурийские груши дикие заказать. Да, по принципу, как в мультфильме, чего больше, и того побольше, и того побольше. Вот, это от души, надо за один раз все успеть. Ну, а теперь что? Теперь он сам отключится, этот. Давайте прощаться. Хорошо, принято. До свидания, друзья. И вам, и всем дальневосточникам, для меня вообще Дальний Восток. Желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok